Нет, нет, дорогой, срок истекает завтра. Дай мне немного времени, совсем немного. Нет, мы договорились, срок истекает завтра, и не будет ни дополнительного времени, ни пенальти, так что готовь деньги. Готовь. Требуешь деньги, а где справедливая игра? Это я у тебя спрашиваю? Мы заключили пари, ты проиграл, вот и плати. Всё очень просто. Как проиграл? Как? Я ничего не проиграл. Срок истекает завтра, сегодня ночью она станет моей. Забудь. Ничего у тебя не получится. Судя по тому, как складывается ситуация, только чудо может помочь тебе добиться успеха с Милагрос. Я верю в чудеса. Ива, если она хотя бы обратит на тебя внимание, я тебя поздравлю и выпишу диплом победителя, потому что Милагрос лакомый кусочек. Она лакомый кусочек, но только на одну ночь и не более. Завтра я расскажу тебе, как она ведёт себя в постели. Кроме того, я не верю, что ты говоришь искренне. Почему? Как ты можешь думать, что я серьёзно посмотрю на такую девушку? Я этого не говорил. Я не говорил, но намекал, всё должно быть на своём месте, а место прислуги на кухне. Что? Ты ужасен. Я не ужасен, я реалист, Бобби. Как, по-твоему, она бы себя чувствовала, если бы я повёл её, скажем, в оперу? Ты представляешь, Карлитес в опере, на светском приёме. Кому я её представлю? С кем и о чём она будет говорить? Это же смешно. Да, ты выбрал Андреа, потому что она утончённая. Совершенно верно, утончённая, чувственная. Подходящая. Подходящая. Ну, я тебе очень благодарен, Ива, за уроки, как стать победителем. Я всегда проигрываю, ты же это знаешь. Ты смеёшься, но ты у меня учишься. Фильм Рауля Ли Коуны. В главных ролях Наталья Аррера и Факунда Арана. «Дикий ангел». Автор сценария – Энрихи Торрес. В фильме снимались Фернандо Мистраль. Вероника Вейера. Лидия Ламальсон. Виктория Анетта. Норберто Диас и другие. Франция Анетту. Энр wheствен. Продолжение следует... Продолжение следует... Мама, скажи, почему ты плакала? Ничего не случилось, правда. Никто не плачет просто так, мама. Знаешь, в чем дело? Видя, что происходит с прислугой, начинаешь думать, что ты теряешь авторитет в доме и не знаешь совершенно, что делать. Теряешься. Вот именно, я говорю то же самое. Я тебе признаюсь, мне стыдно приглашать сюда друзей. Меня пугает, что эта потаскушка отколит какой-нибудь номер. Потаскушка? Новенькая. Да, протеже бабушки. Она самая. Более того, я хорошо подумала и пришла к выводу, что ты была права. Раз Бернардо провинился, пусть уходит. А если остальные начнут его защищать, ты должна уволить всех и нанять новую прислугу. Хорошо, я подумаю. Я бы не думала, мама. Я бы сделала. Дай мне время подумать. Сейчас у меня... Раскалывается голова. Правда, ничего не произошло? Мне просто... Просто болит голова. Хочешь, я принесу аспирин? Нет, мне нужно отдохнуть. Попробуй уснуть. Ну, ладно. Отдыхай. Хорошо. Кто б сказал. Пока. Что ты делаешь с пиджаком? Ты его помяла Простите Что с тобой? Ничего Плохо себя чувствуешь? Нет, немного устала, вот и все Ничего Нет, нет, ты плачешь Вас это не касается, что я плачу Меня касается все, что происходит в этом доме Я управляющий У меня болит голова, но это пройдет Дайте мне пиджак, я должна отнести его Ты никуда не пойдешь, ты пойдешь со мной Куда? Ты когда-нибудь будешь выполнять приказания без вопросов? Хорошо Так-то лучше В чем дело? Голова кружится? Идем, идем, держись за меня Это пройдет А где Бернардо? Впервые мне открывать дверь не он А ведь он как член этой семьи Вам не нравится то, что дверь открыла я? Нет, нет, разумеется, нет Я пришел к синьоре Луисе Сейчас я ее позову Садитесь, пожалуйста Спасибо Привет, Альфредо Вики Как дела? Очень хорошо, как ты? Хорошо, великолепно Теперь я предприниматель Да? И как это? Это долгая история, расскажу в другой раз Ты пришел к маме? Да у меня есть время Нет, нет, оставим это Ты пришел к маме? Да, да Ну и как ваши с ней дела? Не понимаю Я имею в виду твои отношения с ней Хорошие, нормальные отношения Психиатра и пациентки Да, конечно Они пошли ей на пользу Когда мама возвращается с твоих сеансов Она спокойнее, равновешеннее Значит, я хороший врач Или хороший друг Да В терапии присутствует дружба Это называется замещением Да, конечно Но я не понимаю профессиональные термины Я просто чувствую, что ты нужен маме Да Да, я знаю Папа Привет, сын и его Сюрприз? Приятный сюрприз И своевременный Пожалуйста, скажи маме, что я не буду ужинать Хорошо? Пойдете развлекаться? Как обычно До свидания Пока Счастливо Пока Пока Они невыносимы Полежи немного Позволь Нужно вытянуть ноги Голову сюда Ну как? Лучше? Успокойся Отдыхай, сколько понадобится Станет лучше, займешься делами Скоро ужин Спасибо Не за что Я исполняю свой долг Я могу чем-то помочь? Нет Ладно Кстати Хоть ты совершила плохой поступок Я хочу поблагодарить За то, что ты вступила из-за меня перед синьорой Ты не позволила уволить меня И это достойный способ Исправить причиненный вред Ну нет Это была моя вина Все равно Ты могла бы смолчать А ты этого не сделала С вашего позволения Иду Я же сказала, что никого не хочу видеть Альфреда Мне сказали, что ты не хочешь меня видеть Тебе сказали правду Поэтому я решил подняться Не вини служанку Я воспользовался ее отсутствием Если ты не хочешь меня видеть Значит, произошло что-то серьезное Это как-то связано с тем, что я сказал во время сеанса И да, и нет Здесь все Все вместе Что значит все? Неважно Уйди Уйди, пожалуйста Луиса Уйди, оставь меня одну Может, она и лакомый кусочек Но только на одну ночь Не более Завтра расскажу, как она ведет себя в постели Милли Что случилось? Бернардо попросил сходить посмотреть, как ты Он сказал, что тебе было плохо Я хочу умереть Успокойся, дорогая Послушай, что я тебе скажу Чтобы тебя не огорчило Чтобы не разбило твое сердце Все пройдет Вот увидишь Все пройдет Наверное, Бернардо Я тебя очень люблю Лина, как дела? Вы? Да, я хочу поговорить с Милагрос Сейчас она не может вас принять Могу Вы что-то желаете, сеньор? Что-то случилось? Почему? Ты как будто плакала Да нет У меня болит голова А когда у меня болит голова, я плачу Она всегда плачет, когда у нее что-то болит Я жду, пока вы скажете, что вы желаете Да, я пришел Потому что... Алина, ты могла бы оставить нас одни? Пожалуйста Да Я давно не меняла воду в вазах Пойду посмотрю, мутная ли она Хотите кофе, виски Или нужно убраться в вашей комнате? Нет, нет, нет Я пришел не приказывать А наоборот Я пришел попросить Попросить что? Прощение Да Да Я поступил плохо И чтобы доказать, что я говорю серьезно Хочу пригласить тебя пойти со мной Чтобы извиниться Да, да Чтобы ты убедил, что у меня нет плохих намерений Я хочу сказать, Милагрос Ты мне очень нравишься Я не могу У меня очень болит голова Прими аспирин, и все пройдет Нет, сегодня не могу Я плохо себя чувствую Нет, не могу Хорошо А завтра? Ну, пожалуйста Пожалуйста Завтра Завтра Отлично Иду Привет Ты А можно мне войти? Входи Зачем ты пришел? Не видеть тебя Выпить с тобой кофе Если ты пригласишь Или принимать старых друзей Уже запрещено? Ты мне не друг Ты мой шеф А раньше? Кем мы были раньше? Мы всегда ладили Тебе нравилось быть со мной? Ведь это так? Когда ты водил меня на карусель? А ты играла, сидя у меня на коленях Помнишь? Я выросла, Федерико Я не могу Я не могу Сесть к тебе на колени И кричать Иго-го Я не могу поверить тому, что происходит Не могу поверить Чему ты не можешь поверить? Ты и Иво Этого не может быть Это не может быть правдой Не может Но это так Это так Завтра Да, завтра утром Мне нужно ваше разрешение, чтобы съездить в монастырь Это возможно? Но ты ведь не собираешься туда вернуться? Нет, просто у меня там важное дело Можно узнать, какое? Нет, это секрет Я еще не встречала людей, у которых был у вас только секрет А при чем здесь это? Вы даете разрешение или нет? Я разрешу Но с одним условием Каким условием? Тебя отвезет шофер Да что вы говорите, Донья Неужели вы думаете, что я поеду с шофером? Я настаиваю на том, чтобы ты поехала с шофером А я настаиваю на поездке без шофера, я поеду одна Я поеду одна? Мне это нужно, чтобы оправдать твой уход Почему? Для того, чтобы... Ну, если ты поедешь шофером, все будут думать, что ты выполняешь мое поручение Именно это я и скажу, если кто-то спросит о тебе А почему вы не скажете, что отпустили меня? Будет так, как я говорю Или ты никуда не поедешь Какая же вы... Ну ладно, но в монастыре подумают, что я задаюсь Пусть думают и завидуют Знаете что? Что? Вы очень, очень, очень хороший человек Ах ты подлизи Ты всем так говоришь? Да, вот еще что Что? Бернардо сказал Что ты плохо себя чувствовала Вот трепло Что? У меня болела голова Очень сильно болела И поэтому ты плакала Голова болела очень сильно Да неужели? Очень сильно С вашего позволения Отличный ужин Да Сокора хорошо делает свою работу Жаль, что его не попробовал Пабло Откуда ты знаешь, что не попробовал? Бернардо сказал Он не может всю жизнь просидеть заперти Я с тобой согласна Ты должен уговорить его пройти курс лечения Я пытался, он не хочет Заставь его Это нелегко Мой сын меня не слушает Он делает все, чтобы заставить меня чувствовать себя виноватым И ему это удается Хватит об этом Ты ни в чем не виноват Совершенно ни в чем Нет Добрый вечер Добрый вечер, папа Ты опоздал на ужин И при том очень сильно Луиса, я хочу поговорить с тобой Я слушаю Не здесь, в кабинете Пойдем? Пойдем Садись Я постою Хочу подрасти В чем дело? Полагаю, ты позвал меня не для того, чтобы спросить, как я провела день Нет Я хочу спросить, что ты сделала с кассетой, которую дал тебе брат Я не понимаю Дамиан не давал мне кассету Нет Нет Кстати, я хочу Я хочу спросить, как прошел сегодняшний день Простите Бернарда спрашивает, будешь ли ты ужинать? Да Он будет ужинать Попрошу приготовить тебе что-нибудь легкое Большое спасибо Ну ладно Нет, нет, не уходи Ты мерзавец У Луисы нет кассеты И вот, что я тебе скажу Мне все равно, есть она у нее или нет Луиса никогда не разведется со мной Нет Ты боишься потерять контроль над компанией или что? Нет, она боится потерять сына Не понимаю Как отреагирует Ива, когда узнает, что она всю жизнь обманывала его, говоря, что я его отец? Луиса этого не перенесет? Бедняга Скорее всего, она снова начнет пить Клянусь, я тебя не понимаю Ты говоришь об Ива со злостью А завтра вечером ты куда-то с ним идешь Очень интересно Объясни мне, что происходит? Я говорю со злостью, потому что он негодяй Он на меня поспорил Поспорил? Да Пожалуйста, Милли Только не говори, что вы поспорили на то, о чем я думаю И ты проиграла Тебе обязательно нужно было это делать? Не будь такой тупой Он поспорил со своим другом А тебе какое дело, если он поспорил со своим другом? Какое мне дело? Ты не слышала, что он поспорил на меня? Они поставили 500 баксов Что? Ты что, дура, не понимаешь, что это... Это... Ты имеешь в виду... Да, это... Нет Ай, да Вот мерзавец, не могу поверить Видишь? Всего 500 баксов Ты суешь дороже 500 баксов Значит, он разыгрывает тебя Знаешь, я бы с удовольствием заплатила, чтобы получить его друга Ничего у него не получится Пари, выиграю я Ты что, спишь? Прости, что заставила тебя встать так рано Нет проблем Я всегда встаю в такое время Садись Ты что? Я сяду впереди Так мы сможем поболтать Ты думаешь? Милли Ты уезжаешь? Да А как насчет вечера? Все отменяется? Все остается в силе Да Где ты хочешь встретиться? Неважно, где мы встретимся Главное, что встретимся Да Конечно Я буду считать каждую минуту Да А я каждую секунду Да Да Милли Я так рада Это Рокки Он один из самых порядочных парней Из всех, кого я знаю Спасибо, Милли Привет, Глория Привет Как дела? Развлеки его А я схожу к сестре толстушки Договорились? Ладно Демиан Марта, в чем дело? Где ты был? Я ищу тебя со вчерашнего вечера В твоей комнате тебя не было Ты встречался? Нет, дорогая Ни с кем я не встречался Я играл с друзьями в покер И снова проиграл? Нет На этот раз выиграл А теперь иди Иди Я тебе уже сказал, что мы должны быть осмотрительны Когда я тебя увижу? Ночью приходи в мою комнату Это мне нравится А когда мы обручимся? Что? Я тебе обещал, что ты снимешь униформу и больше ничего Увидимся ночью в твоей комнате Да, киска Здравствуй Рано встала Только для того Чтобы сказать, что ты ничего мне не давал Не понял? Это Ты мне ее не давал Ты же сказала, что хочешь знать Я не хочу знать Я ничего не знаю И ничего не видела Понятно? Да, да, да Я живу в очень красивом месте Там большой сад И красивый бассейн В этом доме есть все Он напоминает клуб Хочу сообщить, что ты очень понравилась старой леди Она говорит Что за всю свою жизнь Не встречала таких милых людей, как ты А пожила она, между прочим, немало Представляю Кстати Сколько лета ты, сеньори? Я не знаю, сколько Но могу посчитать морщинки Ты меняешься Хочу сказать, что сегодня вечером ты приглашена в особняк Нет, Ниля Я не могу пойти Можешь тебя приглашать, Донья Господи, что случилось? Повариха упала Ну, ладно Перестань Сейчас не до шуток Я не смогу Я поговорю с матушкой-настоятельницей, чтобы она тебя отпустила Я сказала нет Нет? Ты даже представить не можешь Какая там повариха То есть у нее Есть что-то, чего нет у меня? У нее есть все Шоколадный крем, клубничный крем, американское сладкое молоко, другие десерты Мне все равно Не поедешь? Ну и ладно Мне придется съесть все самой Не вздумай Я поеду Вот и славно Ой, как вкусно А Падро Мануэль приглашает поиграть в футбол Сыграем? Конечно, сыграем Ну что? Я так по тебе скучала Да? Сильно? Очень Я тоже скучал по тебе Сегодня нам не придется скучать Что? Сегодня вечер? Да, сегодня Почему? Я приглашаю тебя ко мне домой Да, понимаю, понимаю Но сегодня не могу, дорогая Чем ты будешь заниматься? У меня важное дело Я пойду на похороны На похороны? Да Позвонил Бобби Умер его кузен Я должен быть там Он был его кузеном И хорошим парнем Мы были очень близки Бобби просто убит Он его очень любил Почему ты не исходишь на похороны сейчас? Нет, нет Сейчас я не могу Бобби сказал, что тело еще не привезли И... Бедняга Он так переживает Я хочу быть рядом с ним Может быть Ты все-таки придешь хоть ненадолго Пусть даже поздно Я не буду спать Ну как можно? После бдения у гроба Не обижайся Но после этого я Никого не смогу видеть Я сразу лягу спать Но ты не переживай Завтра мы наверстаем И за сегодняшний И за завтрашний Андрея Принеси мне кофе Да Увидимся позже Нет, нет, нет Нам нужно поговорить Ты что делаешь, урод? Почему не брал мяч? Меня слепило солнце За солнце? Нище оправданий, болван Руки кривые Как мне нравится, как ты играешь, милый Знаете что? Мы проиграли, потому что вы поставили в ворота этого идиота Ну как? Зачем суешься играть в футбол, если боишься замарать руки? Мне нравится быть вратарем Но я не смог взять этот мяч Тут и всего солнца Ты был там совсем один Тебе никто не мешал При чем здесь солнце? Милли, нам пора ехать Хорошо, я только скажу подруге Тараторка Такой характер? Да Я не допущу такого поведения в моем офисе Это аморально Ты смешиваешь работу с личными делами Считаешь меня аморальным? Нет, нет, ты просто ведешь себя как дурак Но я положу этому конец Я не хочу ругаться с тобой, папа Но напоминаю, я представляю здесь бабушку Так что ты не можешь меня уволить Как бы тебе этого не хотелось А я имею в виду не тебя Кофе? Андреа, позвоните в отдел кадров Пусть они вас рассчитают Что? Я знаю, что поступаю неправильно Ты всегда говоришь, что мы должны подставить вторую щеку Но с меня довольны, потому что этот мерзавец уже отшлепал меня по обеим щекам Не по одной, а по обеим Ты говоришь, что мстить плохо, но чего ты от меня ждешь? Хочешь, чтобы я это проглотила? Ни за что Я могу быть доброй Но не глупой Кроме того Это не совсем месть Это совсем... Что? Ты серьезно простишь меня, если я сделаю только это? Клянусь, только это Спасибо Спасибо Ты прелесть, я тебя очень люблю Ты болван, Рокки, как ты мог забыть залить бак? Я не знал, что мы поедем так далеко Кроме того, я не Рокки, я Морган Рокки или Морган? Много имен, но плохая память Хватит жаловаться и обращайся ко мне, как положено Я Морган, шофер мисс Дейзи Мисс Дейзи, это синьора, которую я встретила в монастыре? Нет, это синьора Анкелька Ничего не понимаю Так ты рвала Келли Морган Он хочет походить на Супермена Когда он работает как герой, он Супермен А когда работает как человек, он Кларк Кент Теперь понятно? Значит, он не Морган, а Кларк Кент Называй его приятелем Мы уже приехали Идите вперед, а я поговорю с другом Я скоро буду Я по тебе соскучился Пожалуйста, пойми меня правильно Я знаю, что ты добросовестный работник Но так будет лучше для всех Ты ни в чем не будешь нуждаться Тебе не придется зарабатывать на жизнь Ну, что скажешь? Да А на что я буду жить? Я чем буду заниматься? Да чем хочешь Можешь записаться на курсы Экибаны Тебе это понравится Учи французский Ну, что ты думаешь? Андреа, можешь оставить нас одних? Если ты пришел попросить пересмотреть мое решение, ты теряешь время Я ничего не буду просить, папа Я поговорил с дядей Позвонил маме Попросил приехать сюда Мы проведем совет директоров Что? Ты не можешь ответить? Я уже сказал Нет, не сказал Я спросила, где ты живешь? Я сказал, там Что значит там? У тебя что, нет определенного места? Ну, что-то вроде этого Сегодня здесь, завтра там Ты знаешь, что ты красивая? Ты меняешь тему Нет, просто я говорю о том, что мне интересно Ясно, ясно Что ты на меня смотришь? Мне бы хотелось нарисовать тебя Сошел с ума? Нарисовать меня? Да Ну ладно, я пойду Увидимся в другой раз Пока Да Вот увидишь, Нико Сокора даст мне это Я не знаю Как, но она мне даст Что ты об этом думаешь? Что? Да, хорошая мысль Я могу подарить ей цветы Нет, я не могу подарить ей цветы Я садовник, а она подумает, что я их срезал Что? Орхидеи Ну, конечно, Орхидеи Как я тебя люблю Ты прелесть Я тебя обожаю Рамон С кем ты говоришь? С кем? С Нико Кто это? Неважно Где ты был? Что с твоими брюками? Играл в футбол Мы проиграли, но было здорово Ты бы видел, как двигается Милли Чем она двигается? Мечом, я говорю о футболе В чем дело? Рокки, тебе нужно съездить в супермаркет Два дня назад я водил туда Сокора Но в холодильнике уже ничего нет Так что придется снова съездить Что значит ничего нет? Что поделаешь? Уже все съели Перестань перерекаться Поправь галстук и поезжай в супермаркет Опять? Больше дела, меньше слов Как же, смешная бабочка Не прикасайся Хотите что-то еще? Может, кофе, чтобы запивать? Нет, нет, нет Я не хочу забивать желудок Сокора, все хорошо с сестрой Толстушкой? Думаю, да Я никогда не видела, чтобы человек так много ел Ее нужно звать сестра сюрприз Вы уже познакомились? Да? Я представилась, а она все время жует с тех пор, как пришла Вкусно, очень вкусно Как я рада, когда людям нравится моя еда Как долго? Как долго она здесь будет? Семь килограммов Ну ладно, не пугайся, до завтра Хорошо? Да? Я отказываюсь обсуждать увольнение служащей Мы не обсуждаем Раз ты не хочешь, чтобы она была твоей секретаршей Я беру ее к себе В чем проблема? Ты не понимаешь? Я увольняю ее не из-за своей прихоти, а по твоей вине Ты смешаешь... Хватит говорить Давайте голосовать Никакого голосования, этот идиот Здесь только ты, идиот Мама, пожалуйста, прошу тебя Простите Я голосую, чтобы Андреа осталась Я тоже Ты не должен голосовать Почему? Нет, прости, мама, я не должен голосовать Ты прав, папа Бабушка тоже голосует, чтобы Андреа осталась Твой голос, дядя Давай Дилемма У Федерико 40% акций, у вас по 20% у каждого Мой голос является решающим Мне это нравится Нельзя игнорировать, что она хороший работник Поэтому я голосую, чтобы она осталась Очень хорошо Я скажу Андреа Пока, мама Ладно Так значит, здесь мой муж Устраивает свои оргии Не думай об этом, Луиса Мне противно Сестра Каталина останется здесь до завтра Да? Только до завтра? Мне нужно вернуться в монастырь Хорошо, пусть приготовят комнату для гостей Спасибо, Донни Я скажу Бернарду Какой красивый медальон, синьора Да Я поклоняюсь Пресвятой Деве Соледад Серьезно? Вы знаете ее историю? Конечно, знаю Ее храм В Аргаде в Испании В 1809 году Его разрушили французы А потом из него сделали тюрьму Во время гражданской войны в Испании О Пресвятой Деве заботилась женщина По имени Матильде Матильде Гальего Очень интересно Интересно А еще у меня был Маленький Медальон С изображением этой Девы Но я отдала его служанке, которая здесь работала Я сама повесила его Ей на шею Бедняжка забеременела Это было много Много Лет Назад Бедная Да Бедная Росарио очень страдала И однажды ночью сбежала Больше Я ее никогда не видела А когда это произошло? Лет Это к 19 назад Да Когда ты мне заплатишь 500 баксов? Срок истек Ничего не произошло? Срок истекает в 12 часов ночи Я тебе уже сказал, что сегодня вечером я с ней встречаюсь Серьезно? Отвезу ее в мотель Понятно Ну ты даешь Я всегда готовлю это с томатным соусом и чесноком Очень вкусно А я еще добавляю много зеленого лука Мне это нравится И я тоже добавляю Я вообще все добавляю Ладно, пора готовить ужин А то я совсем заболталась Да уж, готовьте Мили А у тебя еще есть тот медальон? Да Покажи-ка мне его Да что это с тобой? Ничего, ничего Просто хочу посмотреть Простите Я буду ждать тебя в половине 12-го Но углу, хорошо? Нет, нет, нет У меня есть идея получше Возьми-ка А куда мы пойдем? Что? Куда пойдем? В одно местечко, где нам будет очень уютно Думаю, я могу предложить более уютное место и более уединенное Нам понравится Да? Да Какое? Я буду в комнате одна Совсем одна? Лины не будет Да? Она вечером уходит А Марта? Марта тоже уйдет А почему ты не придешь в мое спание? Потому что мне стыдно Очень стыдно Серьезно? Это впервые Я даже не хочу думать об этом Я лучше лягу и буду ждать тебя спящей Ты придешь и разбудишь меня Как? Своим поцелуем Ну вот, я уже покраснела Мне так стыдно Да, это будет замечательно Если Падро Манель узнает Не беспокойся Он ничего не узнает Никто ничего не узнает Расслабься Поужинаешь И иди в постель Жди меня Я приду И мы прекрасно проведем время Я в этом уверена Перестань мне докучать, Федерико Но это очень хорошее предложение Такое предложение? О каком предложении ты говоришь? Содержать меня? Это твое предложение Да Я никогда не буду женщиной Содержания Никогда Даже если я выйду замуж за твоего сына Я буду работать Я прошу тебя Запути его Клянусь, я разведусь с Луисой Серьезно Мы можем быть счастливы Можем быть вместе Можем иметь столько хорошего Если ты разведешься То потеряешь контроль над компанией Это не устроило бы ни тебя Ни меня Ну, я пошла До свидания Куда ты пойдешь? Астахи Она поела и убегает, как Лина Потерянная молодежь Ну, что ж Что? Ты тоже уходишь? Да, пойду спать А в чем дело? Я очень хочу спать Я уже засыпаю Я тоже Уберу со стола И пойду в постель Мою удобную постельку Да В удобную постельку Оставь, оставь Я сама уберу Я могу спать здесь Ну, что ж, идем, сестра? Да Спокойной ночи Съем спокойной ночи Спокойной ночи, спящая молодежь Ты уже одиннадцать, у тебя остался один час Знаю Подожди меня здесь Останься здесь, заплатишь сразу, как только я вернусь Считай деньги А как я узнаю, что ты меня не обманываешь? Если бы я хотел тебя обмануть, я бы уже сделал это В чем дело? Ты не веришь моему слову? Хорошо Верю твоему слову Нет, ты скажи, если не веришь Да я верю, верю Удачи Она мне не понадобится Иди, иди, хвостун Я не хвостун Я тебе сказал Она без ума от меня Все оказалось намного проще Чем я думал Бип-бип Милагрос? Ты спишь? Хочешь, чтобы я тебя разбудил? Сейчас разбужу, и ты больше никогда не забудешь Иво Милагрос Милагрос Мили Мили Дорогая Что происходит? Мужчина Мужчина? Нет Что это? Что это? Подожди Хочешь знать, что это? Хочешь? Ты проиграл пари, самец Ты проиграл Подожди Нет Ты должен своему другу 500 баксов Потому что ты ничего от меня не получил И такую же сумму ты дашь мне А иначе я завалю этими фотографиями Весь Буэнос-Аэр Помолчи Хороший материал для журнала Пуэнос-Аэр Пуэнос-Аэр Буэнос-Аэр Хочешь-Арт-Аэр Субтитры подогнал «Симон»